Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христына Стэть. Уникальное культурное событие состоится в Киеве уже 20 мая. На главной сцене Киевского академического молодого театра пройдет вокальный конкурс 2220 International Music Festival, который единственный в Украине открывает путь талантливым детям и молодежи на мировую арену. Ожидается приезд в Украину из звездных председателей жюри, в частности номинантов Грэмми. Кто же это? А также о деталях самого конкурса я спрошу моей гости. Это президент Ассоциации по развитию международных отношений Адрум Татьяна Колесниченко. Татьяна, здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Ну вот такая уже у нас затравочка с самого начала. Мы говорим о звездных председателях жюри. Расскажите нам, собственно, кто это и как так получилось, что люди, которые очень известны за границей, в шоу-бизнесе, они приедут и будут членами жюри на конкурсе в Украине. Да, я тоже очень рада этому факту. У нас сотрудничество с американской компанией рекординговой 2220 International Entertainment Group. И, собственно, поэтому и в названии конкурса отражено их название, потому что все-таки мы хотим действительно показать Украине и не только Украине, что мы можем дать выход на мировую площадку. И началось все, как обычно, с дружбы на Евровидении. В 2017 году мы познакомились с Адисом Эмеником и, в общем-то, в Украине, в Киеве. Он был впечатлен, первый раз был в Киеве и открыл для себя нашу страну. И мы так, степ-бай-степ, потихоньку придумали несколько проектов и решили создать такую конгломерацию и, во всяком случае, инициировать сотрудничество между Украиной и США. Потому что в Украине очень яркие артисты, очень хорошие голоса, а в Америке есть огромные промоушен-ресурсы. И, собственно, все понимают, что это олимп мирового шоу-бизнеса. Брайан, он второй партнер, то есть их два партнера, 2220 Entertainment Group, он не знал особо, как американцы, знаете, ничего такого конкретного про Украину. Но Адис его вовлек в это движение. И мы придумали этот фестиваль для того, чтобы дать нашим детям возможность действительно проявить себя на мировом уровне. Потому что победители получают песни под ключ от их компании, и они будут издаваться под их лейблом. И действительно люди очень именитые, потому что Брайан Тодд – это мультиплатиновый рекординговый продюсер, который работает с Майли Сайрус, Нублогом и так далее, с огромным количеством мировых звезд. И он номинант Грейми. Адис, он пишет тексты, то есть он пишет лирикс, да, говорят по-английски. И работает как с американскими, так и с европейскими звездами, в частности. Вот сейчас он принимает участие в Евровидении, потому что одна из его песен в национальном отборе победила, и участвует в Евровидении в одной из стран. Поэтому было очень приятно, что люди такого уровня, они заинтересовались и оценили наш потенциал. Для того, чтобы показать вообще уровень нашей украинской культуры, вот мы придумали такой проект с Жамалой, наверное, о котором вы слышали. Да, это один из таких успешных проектов сотрудничества. Это первый проект. Первый, да, чтобы вы об этом рассказали. Да, да, да. Вот когда мы начали вообще какую-то коммуникацию и продвижение в плане сотрудничества между Украиной и США, то, естественно, я предложила обратить внимание на некоторых наших артистов. И инициировала встречу с продюсерами с Жамалой. И очень хорошо, что придумался такой, ну, создался такой проект. В принципе, он нацелен на рынок Запада, в частности, на Великобританию. Сейчас песня соло, которую написали Брайан и Адис, занимает седьмое место в чартах Великобритании. И, в общем-то, если говорить и о фестивале, и вообще о нашем сотрудничестве, то стратегическая цель его, это, в принципе, ну, если говорить уж так прям пафосно, это обогатить мировое культурное пространство нашим украинским талантом, продуктом. Наверняка у нас есть для этого потенциал. Конечно, конечно. Поэтому, наверное, не просто так. Вот люди, которые в шоу-бизнесе, в таком же звездном шоу-бизнесе, да, они заинтересовались тем, чтобы вот создать вот такой фестиваль, потому что, наверное, этот потенциал они увидели и почувствовали. И, опять же, переследуют какие-то свои интересы в этом смысле. Смотрите, Адис, поскольку он все-таки больше чаще бывает в Европе, и в Восточной Европе, в частности, он ближе нам по ментальности, и он действительно понял, увидел и ощутил, и восхитился нашим потенциалом. А Брайан, он такой американец-американец. И он, конечно, профессионал высочайшего вообще уровня. И Адис, знаете, он как вот объяснил ему свои впечатления по поводу украинского потенциала. Потому что, если говорить стратегически с нашей точки зрения, ну вот как мне виделось и думалось, что давайте говорить прямо. Мы понимаем, что раньше артисты зарабатывали в России, и огромная аудитория была в России. Сейчас Россия закрыта для артистов. Значит, где им развиваться, кроме Украины? Я сейчас не говорю про диаспору. Понятно, что все ездят по диаспоре, но как артистам хочется выходить на мировой уровень. Европа очень маленькая, закрытая, они все любят свое. Чтобы попасть в Америку и вообще стать известным и уважаемым, воспринимаемым как мировая звезда, то нужно идти через Великобританию в США. Поэтому вот конгломерация наших талантов, безусловно, которые, я считаю, что это, если мы туда попадем, именно вот, знаете, не просто точечно, а вот каким-то таким ручейком наши вот украинские таланты зайдут в мировое пространство, то, возможно, я надеюсь, мы можем повлиять и на формирование вообще всеобщего такого музыкального, музыкальной сферы. Ну вот по поводу этого конкурса, если я не ошибаюсь, принимать участие в нем могут дети, подростки, молодежь от 7 до 22 лет, то есть там несколько вековых категорий. То есть я так понимаю, если мы говорим о призовом фонде, о призе и вот, собственно, о той песне «Под ключ», это для каждой из категорий вековых свой отдельный главный приз. И вот по поводу «Песни под ключ», приз — это вот только одна песня или, может, возможность подписания контракта и уже дальше развития вот такого сотрудничества. Как это может выглядеть? Смотрите, да, действительно, три возрастные категории, от 7 до 11, до 12, до 16, от 16 до 22. В каждой возрастной категории по три приза, три первые места, которые получают «Песню под ключ». В чем фишка, в чем вообще потрясающая история всего этого, что человек, практически не затрачивая денег в Украине здесь, он записывает голос на любой студии и потом все остальное делают в Америке и производят под американским лейблом, что дает выход сразу на мировое пространство. То есть записывается он в Украине, да? Голос. То есть он не выезжает никуда, не тратит никаких денег. Ну, то есть небольшие деньги на запись студии — это все знают, что это, в принципе, небольшие деньги. Каждый может практически это себе позволить. И все остальное делают американцы. И еще раз говорю, самое главное, выпускают под своим лейблом. Второе место — это адаптация песни нашей на английском языке. Это не перевод в Гугле, как многие думают. Это действительно полноценный английский текст. И третье — это возможность записи на Universal Studio, потому что мои партнеры, они работают в сотрудничестве с Universal Music, пользуются их промо-возможностями. И поэтому у них есть и своя студия в Лос-Анджелесе, и универсовская. Поэтому призовой фонд, если в деньгах его оценивать, это порядка 50 тысяч долларов, потому что у них песня одна стоит только 10 тысяч. И вот поскольку такой серьезный уровень, и люди идут, которые проходили очень много конкурсов, которые у нас есть, но они кроме опыта мало что дают. Ну, это тоже очень важно, но все-таки мы даем реальный шанс. Поэтому я очень признательна нашим партнерам, молодому театру, который, кстати, 7-го числа получил статус национального. Я очень хотела бы поздравить их, потрясающий театр. И они пошли нам навстречу, и мы совместно делаем этот проект на их сцене, в их помещении, это имеется в виду. И я очень признательна МЗС, Министерство иностранных дел Украины, которая тоже оценила нашу инициативу и тоже поддерживает нас информационно. Это очень приятно. Ну, вот если мы говорим о шоу-бизнесе в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Украине, вы, наверное, как никто знаете, вот чего не хватает нам, чего не хватает украинскому шоу-бизнесу. Понятное дело, что он только формируется, какие-то знания появляются. Я знаю, что многие артисты, они едут за границу в те же Штаты для того, чтобы там записывать песни. То ли у нас не хватает качественных студий звукозаписи, то ли там какие-то другие условия. Вот чего нам не хватает для того, чтобы выйти уже на тот уровень, который бы многих удовлетворял? Потому что сейчас, мне кажется, что не всех удовлетворяет тот уровень шоу-бизнеса, назовем это так, в общем, который сейчас существует в Украине. Вы знаете, я хочу сказать, что я действительно очень давно в шоу-бизнесе, оно связано с шоу-бизнесом. И могу сказать следующее. Есть вещи, которые мы практически не в силах изменить в короткой перспективе, а есть вещи, которые мы можем изменить, но не хотим иногда. В первый момент это, когда действительно это сложно поменять, и почему нам нужны американцы. Потому что наши композиторы, и это говорят сами наши композиторы, ну, понятно, в кулуарах, что они никогда не напишут американский или английский саунд. То есть они не напишут звук для их слушателя. Не потому что они плохие, а потому что у нас другая культура, у нас другое образование. У нас было 70 лет Советского Союза со своими традициями. Конечно, даже если брать оперу, люди знающие понимают, что такое украинская, российская школа оперного вокала с вот этим, как мы привыкли, таким натужным почти криком. И что такое итальянская школа, когда они так тэхэсенько и совсем по-другому поют те же ари. В шоу-бизнесе такая же история. То есть их композиторы, их саунд-продюсеры, они пишут тот звук, тот музыкальный материал, который интересен по итогу всем, в итоге во всем мире, потому что мы потом все равно наследуем и копируем. Понимаете? Что мы можем изменить? И поэтому я пытаюсь сделать эту коллаборацию, чтобы объединить усилия. Но у них зато нет, например, нашей харизмы, наших талантов, нашей красоты, потому что все разные, и у Украины есть свое, то, что нет ни у кого. И это может обогатить, как я еще раз говорю, мировой шоу-бизнес. Что касается того, что мы можем изменить, что не хотим. Это, ну, такой... Да, до сих пор мы формируемся. Очень много моментов. Я не смогу охватить все, но если взять точечно... Самое главное, да. Самое главное – это профессионализм. Люди должны понимать, что это профессия. То есть просто пойти красиво девочке просто вот как бы в шоу-бизнес – нет. То есть я могу привести массу примеров, когда наши звезды, которые мы знаем, что они звезды, при том, что у них были спонсоры, при том, что у них были исходные данные, вокальные, внешние и так далее, насколько они пахари. Это большой труд. Если кажется, что вы вышли и тут... Понимаете? Всегда праздник. Это огромнейший труд. Это нужно понимать как тем, кто вкладывает деньги, так тем, кто и выходит на сцену. И еще один момент я хотела бы уточнить. Момент профессионализма команды. Потому что все должно... Все-таки надо искать профессионала во всем. И в промоушене, и в организационных нюансах, и как концертные директоры. И, опять же, распределять усилия и деньги. Потому что иногда люди платят, выбрасывают совершенно сумасшедшие деньги, формируя в этом, этим несправедливый рынок на непонятные вещи. А иногда экономят на самом необходимом. Этому, да, нужно учиться. Я считаю, что многие это понимают, но просто по старинке действуют. Но если вот какие-то моменты все-таки состоятся и будут уже как, знаете, обычными в нашем шоу-бизнесе, он станет совершенно на другую ступень. То есть, так понимаю, есть некоторые моменты, которые в Украине могут быть дороже, необоснованно, чем в той же Великобритании и Соединенных Штатах. Конечно, конечно. То есть тот же промо-пакет, те же стоимость клипов на телеканалах и так далее. И вы понимаете, что у нас же есть студии совершенно адекватные по стоимости, а есть... Дело не в оборудовании, понимаете? А дело в подходе и даже не в профессионалах. Потому что у нас можно записать не... С одной стороны, не дешевле, чем в Лондоне иногда, понимаете? Вот. А с другой стороны, можно найти не хуже профессионалов совершенно с другими деньгами. Вот если уже завершая наш разговор, все-таки, может, вам известно, какие есть ли артисты, вот украинские артисты, то есть многие едут в Штаты, да, за границу, записывать песни, там, снимать клипы. Есть артисты, которые уже, ну, вот самостоятельно, как-то им уже удается выходить на то ли европейский, то ли американский рынок, да, ну, не будем мы говорить по поводу, там, Джамала, да, потому что она все-таки победительница Евровидения, да, потом Руслана, то есть этот выход на европейский рынок уже произошел с победой. А вот те, которые как-то вот заходят на эти рынки самостоятельными усилиями, да, то ли везением, то ли еще чем-то, и вот есть уже какие-то артисты, которые, ну, вот уже становятся популярными в Штатах, например, или в Европе? Ну, я хочу сказать, во-первых, это два совершенно разных рынка, европейский и американский. То, что Джамала или Руслана победила в Евровидении, для американского зрителя и для американского менеджмента вообще ничего, потому что о Евровидении они не смотрят, и, может быть, они даже о нем не знают. Это для них абсолютно не авторитет. Поэтому, если говорить вот о стратегических моментах, если говорить об успешных певцах-исполнителях, которые действительно наши, но их знают и любят на Западе, ну, я не знаю, наверное, все знают, что это да, Хатбраха пробилась туда. И вообще какие-то такие, да, такие какие-то эксклюзивные моменты. Ну, вот в таком вот, назвать даже пять каких-то команд или исполнителей сейчас пока сложно. Я надеюсь, что мы исправим эту ситуацию. Ну, вот, еще не вечер, пройдет фестиваль, будут новые звезды зажигаться и будут покорять и рынки Штатов, Европы и так далее. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что гостью программы «Лицом к лицу» была президент Ассоциации по развитию международных отношений АДРУМ Татьяна Колесниченко и я, Христына, остается с вами прощаясь, но вы оставайтесь в СЮЕ-ТВ.